Сегодня к нам приехал в таком состоянии, он уже находится на земле, приехала к нам форвард Дакота единичка. Ну что здесь? Здесь как обычно ушатанная каретка, которую надо менять, полностью растянутая цепь, источенная система и соответственно у нас трещоточка тоже под замену. Полностью очень сильно грязные, загрязненные втулки. Вот это там было намотано внутри, все это придется тоже перебирать. Что здесь печатно? Видите вот эти трещинки? Такая вот километрия передней вилки. Кто-то очень хорошо налетел, согнул вилку и, соответственно, сделал яйцо переднее. Вот это было закреплено гайкой, то ли от удара, то ли при закручивании ее так и скривило, что теперь вот эта резьба относительно вот этого конуса стоит как-то вот ненужного дуба. Какая-то ребят будет непонятно, но, короче, криво еще не стоит. Не было еще шайбочки. И переднее кресло было закручено интересным образом. То есть не как правильно, как сейчас он стоит, а вот этой стороной перлись во втулку. Понятно, зачем мы все так сделаем. Ну, что тут не хватает у нас рубашек, не хватает тросиков. То есть задний переключатель у нас в жутком состоянии находится. Вот такой вот слой смазочки. Солидолечка. Все хорошо люфтило. Ну, понятно, что все сделаю. Сидет задний переключатель под замену. Немножко метух надо поправить. Интересные задние тормоза. Они почему-то разные. У этого пружина сломана, она не работает. А у этого, наоборот, хорошая пружина. Но поскольку на этих тормозах не было ни одного кромысла, они его зачем-то затягивали, но у тебя кривую тоже не работает. То есть это под замену. Ну, что я могу сказать? Перебираем вообще. То есть сначала сейчас снимаем все грязное и сальное. Потом все это моем керхером. И дальше меняем вообще все на нем. Все, что можно поменять. Меняем вообще все. Полный демонтаж. Полный демонтаж. Вообще, полный демонтаж всего, что можно. Так вот рама сейчас пойдет на подушку. Но пока я не смогу отключить. Чашку торец. У нас все равно придержим. А потом третий. Очень нельзя. Так что у нас получилось. Утоги. Потому что очень сложно найти новую рулевую на одну. Одну восьмую дюйма. И резьба будет приятно. Здесь оказывается резьбовая. Нашел только шайбу. Поставил. Вот так вот ее. Старые монетки у нас остались. Они очень сильно люфтят. Поэтому не дается добиться идеального переключения. Втулки перебрал. Тормоза перебрал. Полностью все почистил. Ну, соответственно, сначала все керфером это прошелся. Все это перебрал. Все это помыл. Перебрал рулевую. Там не хватало подшипников. Поменял. Все смазал. Все настроил. Сделал грипсы. Сделал вот такие вот заглушки. Отшлифовал руль. Руль выровнял. Все настроил. Все здесь работает нормально. Поменял каретку на промах. Все внутри вычистил дремелем. Поставил новую дешевую систему железную. Которую немного кривоватую. Очень долго ее правил. Вроде выровнял. Очень дорогой вот этот переглюк. Из магазинов. У меня такого не было. Передняя работает отлично. Задний переглюк. Очень долго с ним мучился. Поставил новый. Из-за того, что люфтят шифтеры. Не получилось нормального настроения. Прошлось найти вот такой глушник. Мало. Оставить его. Он более-менее работает позитивно. Все рубашки, все тросики поменены. Относительно новые тормоза. С новыми колодками. Все сделано. Перебрал заднюю штуку. Поменяли мы трещотку. То есть, в принципе, на этом свете осталось только два колеса и рама. Даже когда стал закручивать замок, лопнул. Просто разлетелся в дребезги. Замок пришлось поставить новый. Такой вот результат. Ушло полдня на то, чтобы его отмыть, почистить. Полдня, чтобы его собрать. Еще полдня, чтобы его доделать. И остальные два раза по полдня ездить по всему городу. Искать рулевую крышечку. И вот этот переклюк. Эх, очень дорогой ремонт получился. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова